я вас приветствую с вами роман стикс и в этом мастер-классе речь пойдет о мастеринге этот мастер-класс рассчитан на людей которые имеют некое представление цифровом звуке и уже знакомы с такими понятиями как частота дискретизации разрядность а также знакомые с основными принципами редактирования аудио и так что же такое мастеринг мастеринг это подготовка сведенного трека или ряда треков дистрибьюции то есть основная задача мастеринга чтобы конечный пользователь услышал максимально качественный продукт на своей аудиосистеме конечно же мы не можем угадать на чем будет в итоге прослушиваться наш финальный продукт и именно поэтому на мастеринг инженера ложится достаточно большая ответственность соответственно возникает вопрос если мы не знаем на чем в итоге будет прослушиваться наш трек то как мы можем оптимизировать этот трек под эту конкретную систему ответ простой никак мы лишь можем взять некое среднее значение между всеми акустическими системами которые используются и сделать мастеринг который звучит удачно на большем количестве систем но всегда будут акустические системы для которых этот мастеринг неудачен какие выходы из этой ситуации могут быть мы можем сделать несколько разных вариантов мастеринга например один будет оптимизирован под клубные акустические системы которые соответственно богаты низкими частотами и звучат на большой громкости мы также можем сделать мастеринг оптимизированный для распространения в интернете делая упор на то что основная аудитория будет прослушивать этот файл на небольших портативных акустических системах либо же скачивать и слушать в наушниках также мы можем сделать мастеринг наиболее оптимизированный для радио и телеэфира наверняка вы слышали что теле и радио вещательной компании используют собственное оборудование, которое позволяет им оптимизировать уровни воспроизводимого материала. Поэтому если мы делаем мастеринг для радио, мы должны учитывать, что на радиостанции он подвергнется дополнительной динамической обработке и, возможно, некой психоакустической обработке для улучшения звучания. То есть получается, что единого универсального мастера в принципе не существует. И на финальной стадии продакшна лучше вместе с артистом определиться с тем, сколько будет версий мастеринга. На мой взгляд, оптимально иметь три мастера. Для клубных систем, для распространения в интернете и для радио и телеэфира. Однако в последнее время появился еще один стандарт, который невозможно не принимать во внимание. Еще совсем недавно музыка в основном продавалась на компакт-дисках. Но сейчас компакт-диски де-факто уходят в прошлое и все больше и больше музыка продается в виде сжатых файлов на таких площадках, как, например, iTunes. Вот сейчас я открыл программу iTunes. И что мы здесь видим? В разделе музыка справа мы видим такую интересную надпись. Mastered for iTunes. Давайте зайдем сюда. И вот открылась вкладка, где мы видим все альбомы, которые прошли процедуру мастеринга для iTunes. Некоторые думают, что это просто маркетинговый ход и никакой разницы в мастеринге нет. Но они заблуждаются. Мастеринг для iTunes, или как его еще называют мастеринг в формате iTunes Plus, делается несколько иначе, чем мастеринг для стандартного, например, CD. Сразу хочу порекомендовать несколько хороших книг, которые, на мой взгляд, должен прочитать любой мастеринг-инженер. Возможно, вам известно уже такое имя, как Bob Katz. Это очень уважаемый человек в мастеринг-индустрии и один из тех людей, который непосредственно имеет отношение к разработке новых алгоритмов мастеринга. К его мнению прислушалась компания Apple при разработке последних алгоритмов сжатия. Я в своей работе также стараюсь придерживаться тех методов, о которых пишет Bob Katz в своих книгах. Еще одна его хорошая книга, помимо книги мастеринг-аудио, которую вы сейчас видите, это iTunes Music. Мастеринг файлов высокого разрешения для цифровой дистрибьюции. Помимо Bob Katz есть интересные материалы от Фила Магнотти, мастеринг-инженера, обладателя двух Креми. Сейчас перед вами фотография еще одного мастеринг-инженера, который является, по сути, основоположником многих алгоритмов мастеринга. Это Bob Ludwig. Его методы также постоянно используют многие мастеринг-инженеры мира. Я в этом видео-мастер-классе постараюсь объединить все те методы, которые мне известны и которые я использую в своей работе.